Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я решил показать вам на наглядном примере последствия плохого ослабленного контакта в розетке. К этому еще вернемся. На самом деле это относится не только к розеткам, но и абсолютно к любым соединениям. Например, в распределительной коробке, либо при подключении автоматических выключателей, узодив, автоматов, счетчиков электрической энергии, выключателей, клемм и так далее и тому подобное. Расскажу небольшую предысторию о том, как оплавилась данная розетка. В небольшом помещении пульт управления силами подрядчиков производился монтаж электропроводки. Для управления внутренним и наружным освещением был установлен двухклавишный выключатель. Для подключения электрического обогревателя и прочих нужд для оператора были установлены две накладные розетки. Монтаж электропроводки производился открытым способом в гофрированных трубах, что полностью соответствует требованиям ПУЭ по прокладке электропроводки по горючим основаниям. Согласно условиям эксплуатации в помещении были установлены накладные двойные розетки от Schneider Electric серии RONDO. Электромонтаж был завершен, а нас пригласили как электролабораторию провести приемо-сдаточные испытания. Но по факту в помещении уже активно пользовались как освещением, так и розетками. Так вот буквально за день до нашего приезда мне сообщили, что в помещении сгорела одна из розеток. Дело было так. В одну из розеток был включен тепловентилятор мощностью аж 3 кВт. Нагрузка при этом составила порядка 15 А. Так и ведущие части розетки рассчитаны на длительный допустимый ток до 16 А включительно. И ток величиной 15 А для нее считается в принципе номинальным. По истечении буквально нескольких минут находившийся рядом работник-оператор почувствовал резкий запах гари, треск и перебойную работу тепловентилятора. Долго не задумываясь, он взял и отключил питающий автомат этой самой розеточной линии. После нашего осмотра было обнаружено следующее. При подключении розетки, вот эта самая сгоревшая розетка, работник, проводивший электромонтаж, видимо поторопился, а может просто по невнимательности не затянул один из зажимов розетки. У слабого, не протянутого контакта значительно увеличилось его переходное сопротивление. И при протекании через него тока 15 А он начал греться. При токе 15,2 А поплыли контакты, расплавились провода, еще бы чуть-чуть и произошло бы короткое замыкание. Да все просто. По сути, контакт это обычное активное сопротивление. Ну как резистор. По известному закону Ома, У равно И на Р, падение напряжения на контакте, то есть на сопротивлении, зависит от тока нагрузки в цепи и переходного сопротивления самого контакта. Из формулы Джоуля Ленса известно, что выделяемое количество теплоты контакта, любого контакта, и нормального, и плохого, прямо пропорционально падению напряжения на контактном соединении и протекающему через него тока. Но также не стоит забывать и о том, что чем больше нагрев, тем больше увеличивается сопротивление материала контакта. А значит увеличивается и падение напряжения на контакте, и соответственно количество теплоты, то есть нагрева. Вот и возникает такая реакция по нагреву от взаимодействующих друг на друга величин ток, сопротивления и теплоты. Температура нагрева вместо контакта. Естественно, что все это зависит и от времени воздействия. То есть чем дольше через плохой контакт будет протекать ток, тем больше на этом месте выделится тепла. В моем примере при протекании через ослабленный контакт тока величиной 15 А на нем возник нагрев. В итоге от нагрева поплавился пластик. Вот видите, поплыл. Также крышки вот есть вот тоже. И подходящие провода. Вот видите, уже от температуры провода начали плавиться. Еще немного, если бы нагрелся вот этот вверху проходящий провод, то возникло бы короткое замыкание. Благо, что работник, находившийся рядом, быстро отключил автомат. Это вот с обратной стороны. А теперь давайте я попробую смоделировать ситуацию и подключу через ослабленный зажим этой же розетки ток порядка 15 А. Посмотрим, как начнет нагреваться и плавится плохой контакт. Подключил розетку к источнику тока. Для удобства подключения взял вот эту клемму через вот эту перемычку и как бы на контакт розетки. Вот этот провод оставил плохой контакт здесь, сымитировал. Ну и контроль тока будем смотреть по электроизмерительным клещам. Поехали, посмотрим, что будет. Ток 15 А. Пока ничего не вижу. Немножко идет потрескивание, треск. Ток 15 А. Ну даже 16 А я взял. Обратите внимание, прошло буквально минуты полторы-две. Начала плавиться изоляция. Идет дым. Чувствуется запах ПВХ-изоляции. 15,6 А. Идет искрение. Жилка выпала из зажима. Жаль, что мне сейчас тепловизор в поверке. Так бы я замерил температуру нагрева. Но думаю, это не последний эксперимент. В следующий раз обязательно постреляю тепловизором. Вот видите, все пошло. Идет сильный уже огонь. Клема начинает плавиться. Ну в общем, процесс пошел. Видите сами. Все уж там раскалено. В общем, смотрите. Все уже полностью выгорело. Пластмасса. Наш эксперимент, можно сказать, прошел успешно. Мне удалось показать вам и смоделировать ситуацию при плохом контакте в розетке. Смотрите. Вот начал плавиться наш проводник. Рядом идет проводник уже нуля. Допустим, наш фазный проводник это проводник нуля. Еще бы немного оплавилась бы изоляция у второго проводника и произошло бы короткое замыкание. Если, конечно, раньше не загорелось бы и не случился бы пожар. Приведу еще один пример ослабленного контакта на клемме счетчика электрической энергии. Изначально нас вызвали на поиск повреждения кабеля, так как пропала одна из фаз. А в итоге мы увидели, что фаза пропала-то на самом счетчике из-за плохого контакта. Шел нагрев, крема аналогичным образом обгорела и провод жила, вернее, выпала из зажима. Вот еще последствия нагрева плохого контакта, но только уже в распределительной коробке на винтовой клемме. В заключении видео хотел бы подытожить. Плохой контакт в соединениях является не только неисправностью электропроводки, но и может запросто стать причиной воспламенения и возникновения пожара. Поэтому будьте внимательны и не допускайте подобных ошибок. Своевременно проводите ревизию контактным соединениям и контролируйте их состояние, хотя бы внешним осмотром. Ведь не зря же, согласно ПУЭ, все места соединения проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта. Не нужно прятать распределительные коробки за натяжными потолками или вовсе замуровать их в стену. Если хотите, чтобы на стенах маячили крышки от распределительных коробок, то имеется вариант. Можно выполнить монтаж электропроводки без распределительных коробок. Данный способ, безусловно, имеет как свои преимущества, так и недостатки, о которых я подробно рассказывал в своем видео. Еще интересным фактом является то, что при возникновении нагрева в плохом соединении, аппараты защиты не сработают до тех пор, пока уже не сплавится изоляция жил и не произойдет короткое замыкание. Контакт может быть настолько плохим, что в нем периодически может возникать дуговой разряд, что вы и видели в моем эксперименте. Кстати, для обнаруживания плохих контактов уже есть в продаже специальное устройство, реагирующее на дуговой разряд и искрение. Правда, они еще не нашли широкого применения на практике. Такое устройство я пока знаю одно. Это у компании Меандер УЗМ-51МД. Ну, на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok